Здравствуйте, уважаемые телезрители! С выпуском новостей на канале ТВЛ вас познакомлю я, Татьяна Пыринова. Сегодня вы увидите. Большие дела делаются не сразу. Чугунная табличка с историей года украсила памятник основателю. Августовская конференция. Педагоги ставили цели и получали награды. Мамам первоклашек. Важные советы перед школой. Расписание линеек на 1 сентября. Кто такой подолог и кому он помогает? Кого будут выбирать 8 сентября в Электрогорске? Губернатор региона Андрей Воробьев проведет прямой эфир. Рубрика «Спортобзор». Прием населения по вопросам здравоохранения пройдет в городской больнице. В этом году лицей будет работать в одну смену. Рубрика «Духовные беседы». Детский фестиваль «Мультифест». Теперь обо всем более подробно. Порой большие дела состоят из маленьких деталей. Кому-то пришла идея, кто-то смог ее реализовать. А кто-то смог поставить точку в общем и нужном деле. Подробности в нашем репортаже. 6 октября 2018 года на привокзальной площади в торжественной обстановке состоялось открытие памятника великому инженеру и энергетику, основателю нашего города Роберту Эдуардовичу Классону. Радостно, что благодаря инициативе городской администрации неравнодушных жителей удалось реализовать идею, которую вынашивали очень много лет – увековечить память великого энергетика. Почти год памятник украшает привокзальную площадь, радует жителей и гостей величественной красотой. Но на нем недоставало одной маленькой, но очень важной детали. И сейчас она по праву заняла свое место. Это чугунная табличка, на которой кратко описаны истории возникновения поселка электропередачи, появления первой электростанции, работающей на торфе. Финансовую поддержку проекта оказала депутат Московской областной думы Ленара Самединова. В прошлом году устанавливали памятник, не предусмотря, наверное, так получилось, табличку. Либо они вложились немного в смету, и глава города, Денис Олегович Емонов, обратился с просьбой выделить средства из депутатского фонда на приобретение таблички, на которой будет отображаться информация о создании города, о его основателя, и станет такой вот частью, можно сказать, сохранения истории города. В этом году получилось немного сэкономить из уже выделенных средств, и смогли осуществить, реализовать, скажем так, такой наказ, как установка таблички в этом году, хотя планировали на следующий. Надеюсь, что табличка действительно будет полезна для жителей, что будут читать, будут рассказывать детям, внукам, гостям города. И она сохранится в целости и сохранности на долгие годы. Теперь бронзовая скульптура Роберта Классона не только встречает жителей и гостей достоинством и величием, но и рассказывает об истории нашего города. 26 августа, в понедельник, в Доме культуры прошла августовская педагогическая конференция. По традиции, перед началом нового учебного года педагоги города собрались вместе, чтобы проанализировать итоги минувшего учебного года и определить задачи на новый. В Доме культуры собрались педагогические коллективы образовательных и дошкольных учреждений Электрогурска. Работа конференции началась с приятных моментов. С теплыми словами приветствия и благодарности за нелегкий и такой важный учительский труд к участникам обратились почетные гости праздника. Разрешите мне от всего сердца, от всей души поздравить вас с началом учебного года, пожелать вам творческих успехов, сил, здоровья, терпения и, самое главное, послушных учеников, чтобы этот учебный год у вас прошел, наверное, на одном дыхании. И, пользуясь случаем, поздравить всех вас в лице Татьяны Викторовны. Татьяна Викторовна, нужно вас пригласить сюда. Каждый год представители Электрогорского образования своим трудом вносят заметный вклад в развитие области, страны и принимают самое активное участие в жизни города. Также хочу вам сказать огромное слово благодарности каждому из вас, лично спасибо, что вы неравнодушно помогаете нам развивать город, делать наш Электрогорск все чище, лучше, город, в котором действительно приятно жить. Я могу только представить, как я вас замучил всякими субботниками, покрасками, обрезками. Но на самом деле вы просто огромный ресурс, который помогает, я чувствую вашу поддержку. Поэтому достойной оценкой нелегкого и почетного труда для педагогов стали заслуженные награды и самые искренние пожелания. На мой взгляд, я думаю, это бесспорный факт. Профессия учителя-воспитателя – одна из самых уважаемых и благородных профессий. Вы не только даете знания ученикам, детям, а вы принимаете непосредственно и большое участие в воспитании нашей молодежи. От всей души вам крепкого-крепкого здоровья, чтобы для достижения тех поставленных задач, которые ставит перед вами ваш руководство, ваша совесть, Денис Олегович, чтобы вы не отрекались на здоровье и у вас было хорошее материальное благополучие. Праздник! В адрес 28 педагогов, воспитателей, руководителей и организаций за многолетний и добросовестный труд в сфере образования были вручены грамоты, благодарственные письма, цветы. От депутатов Московской областной думы прозвучали предложения о создании лучших условий для работы учителей и воспитателей Подмосковья. В Московской областной думы поступают многочисленные обращения от педагогических коллективов и отдельных учителей. Скажу, с других территорий, с Электрогорска у нас не поступали, но с других территорий такие обращения есть. В ходе мероприятий прозвучало немало добрых слов и, конечно, не обошлось без поздравления тех педагогов, которые приняли участие в диктанте победы. Мероприятие проходило на базе нашего городского лицея и по итогам данного мероприятия в нашем городе восемь представителей молодежи вышли победителями, а также у нас вышли победители среди старшего поколения. Вот хотелось бы этот момент сегодня озвучить. За победу на муниципальной площадке Всероссийского исторического диктанта на тему событий Великой Отечественной войны «Диктант Победы» благодарственным письмом губернатора Московской области награждается Аникина Наталья Михайловна. По доброй традиции на конференции принимали в дружные педагогические ряды новобранцев и из года в год Большой педагогический совет является отправной точкой нового учебного года, новых планов и задумок, новых свершений и достижений. Большое внимание будет уделяться внедрению на всех уровнях образования новых образовательных технологий, методов обучения и воспитания, созданию условий для развития наставничества, поддержке общественных инициатив и проектов. Каждый педагогический коллектив города – это единая, сплоченная команда, которая работает на общий результат, дать нашим детям достойное образование, которое станет основой их успешной карьеры и благополучной жизни. Все, наверное, прекрасно знаете, что сейчас рейтинг образовательного учреждения – это, наверное, самое главное, это показатель для всего коллектива и, в первую очередь, для директора учреждения, как он смог выстроить работу, какие он дает результаты и как он достигает целей, которые перед нами ставят. В том числе и система образования. Я вас очень сильно прошу, наверное, отнестись со всем пониманием, те задачи, которые ставят нам, которые мы требуем и просим от вас, чтобы у нас действительно было больше стубальников. Даже губернатор сделал такую систему поощрения, как выплата премии в 100 тысяч рублей, чтобы у нас с вами было больше призеров местной Олимпиады и областной, и всей российской. Я знаю, что вы сможете. У вас огромный ресурс, огромный потенциал, чтобы «Электрогорск» был не только лучшим по рейтингу 50, по разным направлениям. Каждый год, третий год мы получаем уже премию от губернатора на развитие «Электрогорска», но и системы образования. Удачи вам! Большое вам спасибо! Через несколько дней вновь откроют двери школы. Поздравляем всех педагогов с наступающим новым учебным годом! Желаем здоровья, терпения, творческих и профессиональных успехов, талантливых учеников и оптимизма! А мы продолжаем школьную тему. Рюкзаки и тетради куплены, костюм висит на вешалке. Все готово к заветному дню. Поход в школу – значимые события в жизни ребенка. И для того, чтобы ему было легче привыкнуть к новым обстоятельствам, каждый родитель должен очень ответственно подойти к психологической подготовке своего малыша к первому классу. Первый год обучения – один из самых сложных и для первоклассников, и для родителей. Самая главная трудность, с которой столкнется ребенок – это проблема новизны. Новые школы, новое место, где они находятся, им нужно уметь ориентироваться в пространстве. Новые люди, новые контакты, уметь налаживать это и со сверстниками, и со взрослыми. Это много новой, интересной, познавательной информации, которую нужно уметь перерабатывать, получать. Много новых требований и от учителей, и от родителей, и от общества в целом. Ну и, конечно же, они уже несут, а осознают ответственность, понимают, что у них новая социальная роль, роль ученика. И вот эта ответственность, с одной стороны, она их волнует, а с другой, они получают, ну, как бы они гордятся тем, что становятся взрослее. Иными словами, меняется весь ритм жизни ребенка, режим дня, к которому он привык. Кроме этого, существуют индивидуальные проблемы, связанные с психологической готовностью к школе. Многие мамы, чьи дети находились на домашнем воспитании и не посещали сады, переживают, что им сложнее дастся переход в школу. Ну, в основном, конечно, лучше те, которые посещали дошкольное детское учреждение, потому как у них есть навык социального контакта с другими людьми. Ну, и это не значит, что дети, которые не посещали детский сад, то есть у них обязательно будут трудности. Но представьте себе, ваш ребенок, который всегда рядом и вместе с вами, вдруг резко станет взрослым и самостоятельным. Трудно и страшно? Да. Решаемо? Конечно. Дело времени и привычки. Здесь необходима эмоциональная поддержка близких, родственников, родителей, значимых, да, взрослых. То есть эмоциональный настрой от взрослого передается к ребенку. Если родитель положительно настроен и оптимистично, да, вот по отношению к школе, то и у ребенка вот такая установка будет хорошая, благоприятная, которая, ну, вряд ли, что будет какие-то тревожности, трудности вот в будущем. Вторая важная задача родителя – помочь сформировать ребенку режим дня. Вовремя ложиться спать, вовремя вставать, как в учебное время, уделять внимание дневному сну, сбалансированному питанию, занятиям. Но здесь не стоит слишком перегружать ребенка. Перед походом в школу детей пугают плохие оценки. Самое главное – не ругать. И, кстати, в первом классе оценки не ставят, но у каждого учителя есть своя система поощрения и замечаний. Это, конечно же, большая ошибка. Мы должны эмоционально помогать, то есть, как говорят, эмоциональное поглаживание ребенка. Мы ему, наоборот, даем такую установку, что он молодец, что он справится, что мы верим в него, что мы любим его. То есть, мы должны ему всем, ну, своим видом, да, показывать, что все – любовь. Естественно, за него что-то делать нам не надо. То есть, мы только направляем, подсказываем, как это может быть. Но ни в коем случае за ребенка делать там домашних заданий, ни в коем случае нельзя. Ругать тоже, особенно в этот период времени, нельзя. Нужна именно вот эмоциональная поддержка. И ребенок увидит, почувствует это, ну, и обретет уверенность в себе. Уроки в школе начинаются в 8 часов. Дети приходят заранее, преподаватель их встречает и провожает в класс. Урок у первоклассников сокращен и вместо 45 минут длится 35. В школе ребенок может позавтракать и пообедать. Провожая ребенка на учебу, старайтесь идти по самому безопасному маршруту, чтобы он запоминал дорогу. Хвалите его, пожелайте удачи на этот день. А встречая, обязательно интересуйтесь, как прошел день. Встречать можно с разными, да, тоже фразами. Но лучше не говорить, там, что-то получил, да. А можно спросить их, какие, что-то сегодня новое узнал, какие знакомства, там, что было интересного. Ну, разговаривать о школе, потому что ребенку, у него есть потребность выговориться с значимым взрослым. Как бы нам не хотелось, чтобы они поскорее стали самостоятельными, сами собирали свой портфель и помнили, какие у них завтра уроки, приходили аккуратными и опрятными из школы и не теряли свои вещи, все это будет и совсем скоро. А пока давайте ловить каждый момент общения с ними, жить их детскими переживаниями, мечтами и радоваться тому, что они еще у нас маленькие. Приятная новость для родителей и учеников городского лицея. В этом году все классы будут учиться в одну смену. Подробности в сюжете. В текущем учебном году все классы лицея будут учиться в одну смену. Этого нам удалось добиться, подключив весь внутренний ресурс. Мы целенаправленно к этому шли несколько лет, и поэтому в этом году, несмотря на то, что, наверное, будет немножко тесно, но мы умещаемся, и это гораздо комфортнее для детей. Одна смена. Можно лучше построить работу с внеурочной деятельностью. Я думаю, что все родители будут рады. 1 сентября во всех школах Электрогорска пройдут праздничные линейки, посвященные Дню Знаний. В 9 утра праздник начнется в лицее и школе номер 14. В школе для обучающих со сограниченными возможностями здоровья линейка состоится в 10 часов. В 10.30 на линейку соберутся учащиеся школы номер 16. В 12.00 пройдет вторая линейка в лицее. Учеба – самое важное занятие школьников и студентов, поэтому ежегодно 1 сентября в праздник Дня Знаний начало учебного года во всех православных храмах совершается молебен с призыванием Божьего благословения. 1 сентября в Храме Всех Святых в земле российской Просиявших тоже пройдет молебен на начало учебного года. Молебен отслужит настоятель храма Отец Александр. Начало – после Божественной Литургии. 29 сентября пройдет молебен на начало учебного года в воскресной школе. После молебна пройдут первые занятия. 8 сентября в России пройдут выборочные кампании различного уровня. В единый день голосования в Подмосковье пройдет 31 избирательная кампания по выборам депутатов Совета депутатов. О том, кого будут выбирать 8 сентября в Электрогорске, расскажут мои коллеги. 14 июня 2019 года на Совете депутатов было принято решение о назначении дополнительных выборов в депутаты Совета депутатов по одномандатному округу номер 12. Данное решение принято в связи с досрочным прекращением полномочий депутата Совета депутатов городского округа Электрогорска Бабина Евгения Павловича, который избирался по одномандатному избирательному округу номер 12. Хочу пояснить, что депутатов Совета депутатов избирается по одномандатным округам. У нас их 15 по численности депутатов в составе Совета. Организацией выборов занимается территориальная избирательная комиссия города Электрогорска. О комиссии ответственной за проведение выборов является участковая избирательная комиссия 35.09. По состоянию на 1 июля 2019 года количество избирателей по избирательному округу номер 12 составляет 1118 человек. В избирательный округ входят дома по улице Советская 36, 38, 39, 40, 44 и 46. В 8 сентября на территории городского округа Электрогорск будет открыт один избирательный участок, который располагается в столовой средней школы номер 16. На предстоящих выборах будет использоваться технология QR-кодирования. Каибов на данных выборах не предусмотрено. Выдвижение кандидатов продлилось до 24 июля. На данный момент в территориальную избирательную комиссию поступили документы по выдвижению регистрации от кандидатов, которые выдвинуты тремя избирательными объединениями. По состоянию на сегодняшнее число регистрации прошли три кандидата. Акимов Игорь Павлович выдвинут местным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия» с 1975 года рождения, индивидуальный предприниматель. Благов Дмитрий Владимирович выдвинут Московским областным отделением политической партии ЛДПР с 1980 года рождения, руководитель сектора отдела продаж по Московской области торговый дом «Глобал Фудс». И Строчкова Надежда Ивановна, выдвинутая Электрогорским городским отделением Московского областного отделения политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации», с 1948 года рождения, пенсионер. С 10 августа до 7 сентября депутаты начнут проводить свою предвыборную агитационную избирательную программу в печатных изданиях и телеканалах. Еще на одну знаковую дату надо обратить внимание. С 28 августа по 6 сентября избиратели могут принять участие в досрочном голосовании. В четверг, 29 августа в 19.00, губернатор Московской области Андрей Воробьев подведет итоги месяца в рамках традиционного разговора с жителями региона в прямом эфире телеканала 360. Вопросу губернатору можно задавать с помощью поста с хэштегом «Вопрос губернатору» в социальных сетях Твиттер, Инстаграм, Фейсбук, ВКонтакте и Одноклассники. Сейчас привемся на небольшую рекламу. Наша компания изготавливает жалюзи таких видов, как вертикальные, горизонтальные, рулонные, плиссе и многое другое. В данной сфере мы уже более 10 лет, и сотрудниками компании останетесь довольны. Вызов замерщика бесплатно. Телефон для связи с нами 8 926 027 37 90. Продолжение следует... А мы продолжаем. 29 августа в 17.00 на городском бульваре возле ФОК Лидер пройдет мультифест. Вас ждут дискотека, краски, холи, незабываемые шоу-программы, игры, развлечения, организатор мероприятия, студии праздников «Карамелия». Ждем вас! Приходите! Величайшие открытия медицины никогда не привлекали всеобщего внимания. Искусство врачевания всегда расцветало только в тот момент, когда начинало приносить помощь людям. То есть, когда она становилась дешевле, проще, доступнее. О таком новом и доступном для гостей и жителей города направлении медицины мы расскажем в следующем сюжете. Искривление ногтевой пластины, нагноение вросшего ногтя, натоптыши и трещины на ступне, сухие мозоли, подошвенные бородавки, грибковые поражения. Избавиться от этих деликатных проблем люди чаще всего пытаются самостоятельно. А когда это не получается, то многие запущенные из этих случаев решаются исключительно длительным и дорогостоящим лечением. Или, еще того хуже, путем хирургического вмешательства. И не факт, что даже после таких методов пациент может полностью излечиться. В этом году в Электрогорске появился специалист нового направления, которое занимается проблемами со стопой, ногтями и пальцами ног, медицинским уходом за ними. И называется оно подологией. Профессиональные подологи встречаются не так уж часто. Обычно они работают в крупных косметологических центрах широкого профиля. К этим специалистам обращаются с жалобами на болезненные мозоли и натоптыши, образующиеся из-за ношения неправильной обуви, огрубевшую кожу на пятках, трещины, полую и диабетическую стопу, плантарный фасциит и эпифиз с поражением кости, неврома Мортона, появление белесого налета на пальцах и ногтях, болезненно вросшего в кожу ногтя. Специалисты по подологии не только помогают избавиться от проблем стопы, они также дают своим клиентам ценные советы и рекомендации, которые помогут избежать ошибок и появления заболеваний. Добрый вечер. Хотелось бы сегодня сказать нашим жителям города о том, что сегодня мы провели мастер-класс в нашем салоне красоты «Идеальная линия» со специалистом-подологом, который подробно рассказал о том, что нужно делать с натоптышами на наших ногах, с рожьими ногтями, с проблемными участками на нашей коже. Мы хотели бы донести для наших жителей о том, что есть в нашем городе специалист-подолог, который может вам помочь, не надо стесняться, надо приходить, обращаться. Поэтому приходите, обращайтесь, звоните в салон «Идеальную линию», вас запишут на прием, консультация первая, она бесплатная. И все проблемы, которые у вас есть, которые вы бы не хотели раскрывать или рассказывать об этом, вам специалист-подолог поможет и вылечит все или иные проблемные участки на ваших ногах. Ну а судить о том, является ли подологией медицины будущего, можно будет по конечному результату, а не по внешнему воздействию, поскольку ее задачей является выявить заболевание на ранних этапах, когда проблему можно решить без хирургического вмешательства, щадящими методами. Достижения электрогорских спортсменов смотрите в рубрике «Спорт-обзор». 18 августа в Нижнем Новгороде завершился второй по значимости турнир российского женского регби по олимпийскому виду спорта. Ргут из Подмосковья в финальном матче в овертайме одолела Кубань. 19-14. В состав команды Государственного университета туризма и спорта Московской области вошла наша электрогорская спортсменка Дарья Ларина, тренер Владимир Горбачев. Всего в Кубке в России в Нижнем Новгороде приняли участие 9 команд. Они были разделены на 2 группы. В первой группе было 5 команд, во второй 4. В полуфиналы вышли 2 лучшие команды из каждой группы. Первый турнир чемпионата России 2019 по регби 7 среди женских команд прошел в Анапе. В нем команда Подмосковья заняла почетное второе место. Мы поздравляем победителей и желаем им дальнейших успехов. 25 августа состоялся очередной матч первенства Московской области по футболу среди юношей 2004-2005 годов рождения. Воспитанники спортивной школы «Вымпел» на своем поле принимали электростальский футбольный клуб «Кристалл». После первого тайма юные футболисты «Вымпела» уступали команде «Кристалл» со счетом 1-0. Во втором тайме соперник увеличил свое преимущество до двух мячей. За 15 минут до конца матча травму плеча получил Емелин Даниил. В оставшееся время, несмотря на то, что воспитанники спортивной школы «Вымпел» играли в десятером, они смогли сравнять счет и отличились при этом Артем Чумаков и Владислав Хромов. Итоговый счет 2-2. 29 августа в 14 часов пройдет встреча главы с жителями в городской больнице по вопросам здравоохранения. Прием будет осуществляться по адресу улица Семашка, дом 1, взрослое поликлиническое отделение, второй этаж, кабинет номер 28. И в заключении выпуска новостей о погоде. Ближайшей ночью ожидается ясная погода, температура плюс 11-13, давление заметно выше нормы. 29 августа в течение суток на фоне повышенного давления ожидается ясная погода, днем 23-25, ночью плюс 11-13, ветер западный умеренный. На этом у меня все новости на сегодня. Выпуск продолжит рубрика «Духовные беседы». Речь в ней пойдет о сегодняшнем празднике – Успении Пресвятой Богородицы и Преснедевы Марии. А я прощаюсь с вами. В студии была Татьяна Пыренова. До встречи на канале ТВЛ. И всем хорошего настроения!